всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу записать для вас расклад который предложила яга-яга называется он где я ошибаюсь то есть посмотрим в какой ситуации конкретной и в чем именно мои заблуждения я вот выбрала три разные колоды это классика таро уэйта голубенькая первая позиция голубенький камешек вторая позиция таро темного света и колода николета чиколи будет третья позиция они так знаете вроде бы 78 карт в каждой колоде но если посмотреть так это по убыванию по размеру идет здесь про картон про качество картона до чем толще здесь николета чиколи антонча выбирайте сегодня я не буду пальцем показывать палочкой вот и нет сюда вот и мы с вами приступим я не хочу делать большой расклад маленький но посмотрим так или куда бы их убрать мне не мешали здесь так не буду закрывать вид нет закрывает закрывает тогда мы их вот сюда то дынем одну суда одну туда красный камешек а мы с вами приступаем позиция номер один голубенький камешек и посмотрим сначала посмотрим вашу ситуацию до в какой ситуации какой на покажет ну чтобы понять как минимум в какой сфере в какой области вот где вы ошибаетесь и в чем именно ваши заблуждения в какой сфере давайте ситуацию сначала посмотрим какой ситуации вы заблуждаетесь в какой ситуации в построении до в построении чего родной уэйт какие знакомые родные такие изображения в построении своей личности я хочу сказать так касательно какой сферы здесь справедливость не говорит какую сферу силу то здесь скорее всего больше связано с вашей личностью до с вашим характером с построением именно выстраивание построением а выстраиванием себя в контексте с одной стороны никого такого фундамента до стержень и на который вы сможете опираться с другой стороны ваше взаимодействие с людьми именно знаете как-то вот сообща сообща что-то сообща что-то строить здесь может быть либо это внутри вас какие-то два три характера до три грани вашего характера вы выстраиваете скорее всего здесь вот я прокашлялась да скорее всего все это связано как-то с вашей коммуникации проявление себя во внешний мир поэтому здесь какая-то ситуация то как вы себя возможно презентуете во внешний мир либо то как вы договариваетесь другими людьми либо это может быть еще связано каким-то образом с профессиональной вашей сферы сферы когда вы сообща да как-то вот с коллегами соратниками с единомышленниками что-то хотите выстроить такой момент тоже может быть если брать про сферу здесь скорее всего мне идет речь больше про про личный личный рост до через понимание именно себя через выращивание взращивание я себя до чтобы пройти вот такой вот целостный психические целостные личности вот про эту сферу что здесь за ситуация да в которой вы ошибаетесь чем связана эта ситуация с чем связана эта ситуация но увидите вот конфликт до конфликт внутренняя борьба внутренняя борьба непосредственно связанная с с вашей с вашим с вашими ресурсами какими-то да то что вот вы долгое время вкладываете здесь может быть такой момент чтобы долгое время если допустим профессиональная сфера да долгое время что-то вкладываетесь и все никак не можете получить всех результатов которые вы хотите можете на этот счет как-то переживать волноваться нету ощущения того что вот мне дается в какой-то шанс вот такое чувство что знаете делаете очень много проб разных но они не приводят к желаемому результату здесь такое ощущение да как будто бы вы ожидаете чтобы подвернулся какой-то шанс вот вы смогли сделать какой-то рывок смогли сделать некий такой прорыв и пока у вас не получается пока вы находите на стадии набивания себе каких-то шишек пока вы ведете как будто бы внутри себя конкурентную борьбу сами собой да то есть вы пробовать пробуете одно какое-то вот убеждение да свою одну какую-то мысль одну какую-то точку зрения потом пробуйте другой здесь вот вы как раз и находитесь на стадии скорее всего в процессе да но этот процесс он направлен на какую-то какую конкретную точку который вот вас именно даст вам внутреннее удовлетворение ощущение наполненности признания вот здесь вот в этой ситуации да в какой-то вы и заблуждаетесь в чем ваши именно здесь заблуждение то есть вы здесь как-то вот ждете да с одной стороны вы как будто бы ждете но ждете вы результата но при этом вы действуете не могу сказать что вот вы сложили ручки да и ничего не делать нет вот здесь такой знаете вот вкладываю складываюсь а сил и ресурсов трачу много а желаемого результата не да то есть поработал на 3 рубля получил 5 копеек вот здесь вот что-то такое вы понимаете что где-то что-то я делаю не так да а давай я попробую по-другому а давай попробуй другом постоянно пробуйте 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 да уже собрали полный багаж таких моментов как делать не нужно да ну то есть получили опыт а вот как нужно вот такого к такому как говорится решению опыту вы еще не пришли вот в этой ситуации да она может больше не склоняется как так профессиональной сфере вот но она в принципе может касаться чего угодно то что вот я говорила в начале касательно вашего характера становления себя так вот как раз таки через эти качества которые вы отрабатываете на данный момент через ситуацию вы лучше узнаете себя это оттачивание вашего характера потому что пробуя до соревнуясь самим собой где-то бросаете себе вызов где-то делаете то что вам не хочется то что вам не нравится но из-за того чтобы получить какое-то собственное мнение на этот счет до либо какой-то собственный опыт вы все равно себя в чем-то преодолеваете тем самым вы оттачиваете свой характер и вот с этим ну то есть как бы так сказать напрямую так скажем да есть какая-то одна конкретная сфера в которой эта ситуация разворачивается но более глобально более масштабно что за этим стоит если копнуть глубже это вот именно становление себя как личности через взаимодействие с другими людьми через построение своего внутреннего фундамента вот в чем именно вот в этой ситуации да если вы ее узнали в чем именно ваше заблуждение в чем именно ваше заблуждение ну ваше заблуждение я бы сказала в методах достижения здесь вы знаете смотрите очень много жезлов да очень много огня движения до что здесь у нас рыцарь жезлов до что шестерка жезлов у нас говорит о продвижении причем смотри так интересно что шестерка идет именно к пожу пендакли что рыцарь идет пожу пендакли паш пендакли в данном случае это как раз ки обучение да это выстраивание чего-то нового и иногда но поскольку это пендакли это имеет отношение непосредственно к ценности себя как одна из граней познание до познание себя к тому чтобы прийти вот именно такой психически целостной личности так вот за ваши заблуждения они связаны как раз таки с методом достижения того что вы хотите вам кажется да что возможно вы еще не заслужили возможно вы находитесь еще как-то вы знаете на начальном этапе вы можете быть так допустим если это касается профессиональной сферы прекрасным мастером но вот ваше восприятие того что вы как будто бы находитесь на каком-то начальном этапе что вы ну либо вам нужно еще чему-то обучиться это ваше восприятие вот в этом вы заблуждаете что вы еще недостаточно знаете что вы возможно не чего-то недостойны что возможно у вас не хватает какого-то постоянства и вы как-то вот импульсивный в каких-то своих проявлений до в движения то есть по пути достижения успеха вы импульсивны что вы как будто еще недостаточно знаете что способы того как вы достигаете то что вы хотите что они не совсем эффективный да что как-то у вас не получается прийти к победе к тому что вы хотите здесь как-то так вот у меня ощущение да от этого расклада все равно какое-то вот позитивное это вот приятная такая энергия связанная вот с улыбкой связано с с каким-то движением с динамикой ну и в чем тут именно заблуждение вот я хочу посмотреть вот сюда вашем каком-то желании непосредственно возможно вашей стратегии здесь есть заблуждение так в желании или в стратегии вашем желании да вы как будто бы не уверены дайте здесь что вы как будто бы не уверены что то что вы хотите да вам это надо что 10 тройку жезлов она краски говорит о том что перед вами все перспективы то открыты для того чтобы реализовалась ваше желание но здесь скорее всего вы не совсем понимаете для чего вам нужно то что вы каким-то образом хотите в этой ситуации почему потому что вам кажется что это связано каким-то образом больше сам эмоциональным каким-то фоном да что это вот вам подарит большие эмоции больше радости а как на самом деле а на самом деле то что вы хотите это наоборот еще больше вот ваше желание да вместо того чтобы она вас наполняла чтобы она вас удовлетворяла да и привозила вам большее количество людей и знакомства но приносит вам наоборот какие-то огорчение разочарование уединение отдаление наоборот от ну знаете вот желание закрыться закрыться больше то есть вроде бы я этого хочу да но заблуждение в том что я как будто бы этого не и не получает у себя вкладываясь вот что здесь вот ранее было да и я этого не получаю и это связано с тем что я как будто бы не заслужил я еще не достоин потому что я еще не умею да я еще не умею получать вот то то что свое желание то что я хочу и от этого от меня становится еще больше больнее вот это вот все ваше заблуждение а как на самом деле а как на самом деле а на самом деле вы как раз таки вот смотрите вот на самом деле там видно на счетах девятка педаклей и ту жезла вот как раз кипитакли до солнышку приходят на самом деле вы идете как раз к своей независимости просто вы находитесь еще на начальном этапе то есть вот то что начальный этап да что этап начальный не то что вы не недостойны а этап до что вы находитесь вы пробуете какие-то новые вещи вашей жизни которые вам не совсем комфортно вам не совсем понятно вы встали на новый путь но этот путь именно который приведет вас к самодостаточностью то что вы хотите то есть через то что вы проходите да на самом деле вы придете именно к своей самодостаточности здесь идет зарождение зарождение чего но посмотрите два великих аркан зарождение императора до человека такого независимого именно по крайней мере финансовом аспекте к так это сто процентов человек умеющего выстраивать такую знаете фундаментальную почву под ногами умеющего отстаивать свои позиции такая зрелая личность достаточно и при этом по умеренности до спокойная уверенная знаете скорее всего не совсем вот про кубки а здесь больше про зрелость то есть вот что император такая зрелая достаточно лично что умеренность она говорит о том что мы выравниваем свой как это свои свое эмоциональное состояние то есть нас уже не качает из стороны в сторону на нас уже не накрывает так сильно эмоции а мы включаем уже больше логику и вот это вот меньше эмоциональности и больше логики вам кажется что то что вы хотите она должно приносить вам удовольствие наслаждение и так далее а и вы этого не получаете из-за того что вы этого не получаете вы начинаете расстраиваться переживать сами себя ругать занимаетесь самобичеванием до крить самокритикой а на самом деле это это вот ваше заблуждение а на самом деле все что с вами сейчас происходит это строит вас ваш характер ваш характер для того чтобы вы стали не как ребенок такой знаете вот эмоциональный на поводу своих эмоций до инстинктов а более такие стабильные более прочные более фундаментальные в некой степени да когда человек который чтобы не сделала да вот прям если особенно если это касается профессиональной сферы потому что мне здесь идет как-то знаете вот развитие профессиональная сфера больше здесь не не про личные отношения то здесь как раз таки император у нас и является знаете вот таким бизнесменом человеком который выстраивает стратегию понимает такой знаете вот хозяин хозяин как его называл этот человек у которого есть крепостные недавно жириновского слушала не мещанина как бы назвал до было слово вот такой знаете хозяин хозяин такой кулак на хозяин на своей территории человек который умеет управлять своей жизнью независимо от того женщина вы и мужчина здесь не про мужские и женские качества а здесь именно про качество характер когда когда я управляю своей жизнью когда эмоции не то чтобы я их подавляю ни в коем случае а здесь я ими управляют у себя понимаю для того чтобы мне принять какие-то взрослые зрелые решения эмоции идут в сторону эмоции это тогда когда мы хотим повеселиться порадоваться до отдохнуть как-то а когда речь идет о бизнесе дату здесь эмоции должны уйти в сторону то есть такое ощущение что вы знаете выходит такая серьезная личность такая достаточно дипломатичное умение коммуницировать до вести переговоры отстаивать свою какую-то позицию то есть вот действительно такая зрелая личность мне идет то есть все что с вами происходит это напрямую про установление вас как личности зрелой и косвенно про достижению того желания которой вы хотите то есть вот как будто бы через это желание вы станете вот именно вот этим человеком это не знаете что вы станете таким знаете как этот бурчащим стариком да а наоборот вы станете человеком более зрелым и это даст вам спокой спокойствие внутреннее да не успокоение а именно спокойствие то есть я владею я управляю я хозяин своей жизни и это и принесет вам как раз таки вот эту зрелость так который вы идете поэтому ваши заблуждения они связаны с тем что ваше желание для того чтобы получить оно должно вот приносить какое-то вот удовольствие да что это должно быть легко это должен праздник то есть вы сказать что то что вы хотите оно должно как будто бы прийти но вы же это хотите одно что прийти легко оно должно знаете вы должны как будто бы от этого кайфовать а если вот я не получаю удовольствие если я не кайфую а если какие-то есть трудности сложности то вот это вот как будто бы не про меня да то есть это вот не совсем моё здесь не про это здесь далеко не про это надеюсь я донесла понятно напишите мне пожалуйста да но это ваша ситуация вам она более ясна более знакома вот мне будет интересно почитать так бой красный вот это вот вторая позиция что я с позициями запуталась так давайте колоду уберу а камешки оставлю потому что они объем на не место занимает так это у нас была первая позиция мы с вами переходим к позиции номер два красненькому камешку дворчики давайте посмотрим касательно какой сферы а потом посмотрим ситуацию и в чем вы заблуждаетесь о какой сфере у нас здесь пойдет речь почему не перевернута колода секунду потому что я и вижу вверх ногами колеса фортуны на то здесь про колесо здесь скорее всего не про какую-то сферу а здесь про про удачу здесь про возможно как вариант потому что это колесо фортуны до возможное про финансы но скорее всего здесь будет либо какие-то перемены да если мы говорим в теме развития тоже может быть через познание каких-то сценариев повторных ситуаций вашей жизни либо здесь это будет связано с финансами давайте еще уточним а какой речь о какой сфере пойдет речь опять великий аркан выходит а то здесь какая-то действительно важная значимая ситуация она опять-таки сфера сфера может быть даже по аркану силы здесь и будет про здоровье поэтому три варианта до развития здоровье и финансы но не про любовь и не про работу так касательно вот этих сфер мы с вами сейчас посмотрим что у нас здесь ситуация в которой именно и в ошибаетесь на данный момент а помню мы всегда смотрим разрезе сегодня что за ситуация в которой вы ошибаетесь о дальнейшем вашем движении так что как будто бы вы не двигаетесь да здесь такое ощущение ситуация когда вы чувствуете что вы вместо того чтобы двигаться дальше вы наоборот закрываетесь вы наоборот отдаляетесь уединяетесь чувствуете себя как-то знаете немножко растерянными да я бы сказала здесь нету страхов по пажу кубков я не чувствую а здесь как будто вы знаете какая-то ситуация когда вроде бы нету никаких преград да но я я не знаю куда мне идти да я я я еще не определился здесь ощущение того чтобы еще как будто бы не определились со своим путем такой момент когда вроде бы несколько дверей открылась да и я уже принял либо приняла решение двигаться дальше но еще путь конкретно я для себя не наметил давайте еще раз уточним что какой ситуации здесь идет речь и ну вот касательно ваших дальнейших до касательно большего дальнейшего продвижения да здесь выпал маг и рыцарь кубков касательно вашего дальнейшего движения ваших собственных желаний до что вы хотите вообще в своей жизни иметь вот здесь вот про это да если это касается тема финансов то что мы говорили вот допустим как я хочу зарабатывать какой заработок я хочу иметь если здесь например про здоровье дату как мне дальше двигаться здесь такое вот ощущение как будто была какая-то болезнь она отступила вот и теперь я здоровый человек и как мне дальше двигаться то есть возможно какую как она называется по-русски как какие допустим лекарства принимать далее для того чтобы поддержать либо как правильно питаться да либо как правильно там режим какой поддерживать до чтобы болезнь снова не вернулась вот здесь такой тоже может быть вариант если мы говорим про болезни если мы говорим про развитие да то здесь как будто бы был завершён очень большой важный значимый этап вашей жизни вот который вас научил не буду говорить чему потому что здесь ну я не рассматриваю этот момент до чему-то вас научил и вот вы для себя как будто бы вы стараете что окей я понял поняла теперь хочу двигаться дальше то здесь как будто бы открывается действительно двери но можно сказать как новый этап вот но вы еще не знаете находитесь в том моменте что а я не хочу торопиться я хочу еще посидеть как-то знаете побыть более уверенным что вот когда появится ощущение готовности то я пойду но буду двигаться дальше здесь не то чтобы вы даже знаки это знаете вот когда утром просыпаешься да встаешь с кровати ноги опустила на пол это понимаешь что нужно несколько секунд до чтобы вот прийти в себя прежде чем встать ну я надеюсь эти вас нет таких людей которые стоят и сразу бегут начинает там что-то двигать действует да тем более не совсем характерно для двоечек а такой момент что знаете вот встал ноги опустил тапочки дел вот и сидишь несколько секунд чтобы прийти в себя вот как так я это называю вот вы сейчас находит в таком моменте на что прийти себя и дальше спокойно двигаться размеренно да чтобы условно говоря полностью проснуться и понять куда я иду и что я вот здесь вот про такую ситуацию мы с вами будем рассказывать но она очень важная она очень значимая потому что это какая-то такая знаете определенная точка вашей жизни конкретная значимая да точка отсчета вот что вы сейчас посеете то вы там будущем до будете пожинать поэтому это очень важно вы не хотите уже ошибаться вот поэтому но более уже как-то так зрело подходите не спонтанно на эмоциях а вот сейчас я туда пойду нет а хочется уже как-то вот ну меньше ошибаться и делать более правильные шаги вот касательно этой ситуации мы с вами сейчас будем разбираться в чем ваши заблуждения касательно этой ситуации что вам еще не хватает паша мечей вам еще не хватает какой-то информации до ваше заблуждение по поводу этой ситуации что она как будто бы еще не завершена вот в этом есть заблуждение что на самом-то деле она-то завершена уже а вам кажется не что вы еще недостаточно выстроили какие-то планы что возможно вам не хватает ответов на какие-то вопросы да что возможно здесь есть страх как что ситуация может повториться но в общем да что здесь как будто бы нету что не поставлена какая-то . но это ваше заблуждение может в принципе здесь по самой ситуации рассказали как на самом деле как на самом деле император восьмерка кубков и повешенные а на самом деле да вы приняли такое знаете серьезное решение ушли да то есть здесь есть завершение поставили то что было для вас очень важно очень значимо но вы поняли что для дальнейшего развития вам это уже не подходит а что она вам уже не помогает и пришли как раз таки вот именно в эту позицию повешенного да то что я и говорила когда мы сидим и вот ждем что нужно несколько мгновений до чтобы прийти в себя открыть глаза полностью до сказать что я вот я уже проснулся двигаться дальше вот здесь вот вы пришли как раз кито что в принципе здесь и описано но мне хочется посмотреть здесь следующий момент почему вот это вот ваше заблуждение то есть на самом деле вы уже готовы двигаться дальше готовность есть почему вы находитесь вот в этом заблуждении что еще не закончена что вот есть какое-то знаете непонимание здесь ощущение того что как будто бы вот чего-то вам не хватает то ли знака какого-то то ли какого-то понимание вот это внутреннее это ощущение что вот какая-то незавершенность есть вот почему у вас это возникает вот это вот у нас чем это связано это связано с а потому что у вас нету внутри какого-то успокоения да то есть вам кажется что когда что-то завершено полностью дату появляется вот внутри какое-то успокоение да может знаете это как происходит такая какой-то конфликт да ссорой ты говоришь например все я ухожу да встали и ушли и внутри вам да может быть неприятно от конфликта от того что что-то сказали вам сказали какой-то осадок но через какой-то период там через два-три-пять дней я не знаю у кого сколько приходит внутреннее успокоение что все я свободе вот это вот ощущение свободы да как показатель что есть завершенность и не спокойно становится да я теперь думаю о том что например после развода как я дальше буду даже да куда где мне нужно работать как вставать на ноги как например там детей поднимать что дальше делать дальнейшие шаги то есть вы уже масс мосты с прошлым сожгли а здесь такое вот ощущение у вас внутри что как будто бы нету вот этой наполненности нету внутренней гармонии от того что то есть нету успокоения от того что все завершилось вас такое ощущение что вот на душе должно быть хорошо когда все завершилось если действительно поставленную точку значит мне спокойно а здесь как будто бы еще нету вот этого успокоения вы кого-то бы крутитесь либо в своей голове прокручиваете какие-то старые моменты вам кажется вот если это повторность присутствует первое колесо фортуна было если это повторность вашей голове присутствует какие-то мысли и размышления значит наверное это еще не точка значит еще но может вернуться как-то так мир у нас о чем говорит о завершении здесь мы поняли на здесь мы не получаем успокоение в душе а здесь мир завершения да знаете как будто бы вот нету какой-то справедливости ну здесь я бы сказала что это ваше внутреннее удовлетворение да вот как знаете здесь у нас присутствовала восьмерка я сказала восьмерку кубку я сказал что вы ушли от того что у вас было что-то ценное да то есть вы не просто так оставили а это было как-то значимо это имело какой-то вес это ситуация с чем-то она была важна значим не простая ситуация да то есть вы ушли не с чистым сердцем в плане того что у вас там держали еще кубки эмоции какие-то чувства состояния и поэтому здесь вот это вот ощущение что да возможно казалось бы допустим к примеру я вышел из зависимых отношений либо вышел из зависимых отношений и мне это должно было дать облегчение но облегчение я не получил здесь такое вот ощущение что я не пришел вот здесь баланс и здесь то есть здесь справедливость и здесь двойка кубков нету вот этого ощущения что я нахожусь в балансе чтобы двигаться дальше здесь как будто бы есть еще что-то на сердце какой-то осадочек да именно поэтому паш мечей у нас горит о том что я еще на какой-то вопрос себе не ответил с чем связан какой вопрос здесь не отвечен да какой информации вот по поводу будущего до в шестерку мечей нужно ли мне туда идти или нет стоит ли мне идти в это новое хорошо стоит ли идти в новое либо что либо ждать как а здесь смотрите вы как будто бы для себя не нашли еще какой-то ответ о том что мне самостоятельно двигаться до либо мне надо сидеть и ждать какого-то знака то есть либо какой-то случай будет до который поможет мне двинуться дальше либо мне самостоятельно как-то двигаться а как надо она скорее всего здесь семерка педаклей надо здесь немножко подождать подождать и принять какое-то решение какое решение надо что вы хотите строй да вот то что я сказала в самом начале до двойка педакли будь уверенным определиться то есть вот но заботил чешцы чешцы давно у меня такой не было в раскладах здесь как раз таки про это речь идет что вам нужно для себя знаете здесь такое ощущение что раньше возможно вы действительно на эмоциях действовали знаете вот пришло желание о я хочу и понеслись на эмоциях а здесь как будто бы вас опыт научил тому что не нужно на эмоции да а ты сядь подумай подумай проанализирует что ты хочешь и главное для чего тебе нужно то что ты хочешь определись то есть совершив впервые своей жизни такой зрелый поступок в плане определенности для чего для того чтобы взять потом ответственность вот здесь вот у нас император так для того чтобы взять ответственность в дальнейшем за свои последствия чтобы не было такого что вот я не получил то что я хотел, кто виноват, там, партия виновата за то, что государство, за то, что я не получил, там, Вася, Петя или, там, Света, я не знаю, за то, что я не получил то, что я хочу. То есть здесь нужно определиться и сказать, да, это мой выбор. Любые последствия, которые будут, исходя из моего выбора, это будет мое решение и мои последствия. Я буду нести ответственность. Вот это будет достаточно зрелый такой шаг в том направлении, либо в той сфере, которая здесь была описана. Что ж такое-то у нас, чешцы, невозможно говорить. Твоечки. Вот такая вот была ситуация, поэтому не торопитесь, примите правильное решение, определитесь, для чего вам то, что вы хотите, что вам это даст, для чего это вам надо. Вот когда вы поймете, это для того, чтобы в дальнейшем, когда вы сделаете свои первые шаги и, возможно, если столкнетесь с какими-то трудностями, сложностями, да, чтобы вас, вот это для чего мотивировало вас, чтобы у вас не опускались руки, чтобы вы помнили, для чего. Ну, к примеру, зачем я устраиваюсь на эту работу, да, например, для того, чтобы, там, я не знаю, воспитать, собрать денег для обучения, там, сына, либо дочери. И когда вы будете сталкиваться с проблемами на работе, там, хозяин ругается, либо, там, зарплату задерживает, у вас будет ощущение, что да, все, хочу плюнуть и уйти, да, чтобы вы помнили, ради чего вы работаете, да, что набрали вы ту сумму, которая вам нужна на образовании или нет. То есть это будет вашей какой-то мотивацией, поэтому совершите здесь абсолютно верное решение, правильное, нести последствия за, нести ответствие за последствия принятых ваших решений. Вот это вот взрослая позиция, и вы это интуитивно понимаете, осознаете, поэтому немножко задерживайтесь. Итак, позиция номер три, троечки. Давайте мы сначала попробуем посмотреть, в какой сфере, о какой сфере здесь идет речь, если подходит, окей, если нет, либо меняйте позицию, ну, вы уже знаете, да, либо, возможно, не подходит, потому что сейчас мы попробуем посмотреть, в какой сфере здесь идет речь. Если нам покажут, в какой сфере идет речь. Шестерка жезла. Посмотрите, жезла у нас всегда говорят либо о духовном каком-то развитии, да, либо больше о каких-то наших амбициях, да, вот скорее всего профессиональная сфера здесь идет, либо развитие, либо профессиональное. Так, шут. И пятерка кубков. Здесь речь идет уже о том, что как-то вот вы не идете в какое-то новое, но я хочу посмотреть все-таки сферу жезла, да, все-таки больше мне идет про профессию и про развитие. Поэтому в этой сфере мы и будем рассматривать либо ваше развитие, обучение, либо это непосредственно связано с вашей профессиональной сферой. Хорошо, что нам здесь за ситуацию покажут, да, ну, в принципе, здесь уже начали нам показывать о том, что все как-то не идете в новое. Как-то вот не можете найти то, что вам подходит. Хорошо, покажите нам ситуацию, да, о какой ситуации здесь идет речь. Император. Дьявол. Прям очень важная ситуация. Великие арканы. Представляете, три великих аркана, да, и колесница. Ситуация говорит о том, что вот действительно прям вторит тому, что мы рассматривали ранее, вот здесь вот по ушуту. Ситуация нам говорит о том, что как будто бы нету какого-то прорыва, да, есть некая ситуация, устаканившаяся, когда вроде бы мышиная возня, да, почему? Потому что вот здесь вот император, если посмотрите, вот он на этой качалке, да, видно или отсвечивает, видно, да, он как лошадь, да, вроде бы движение есть, да, он качается, но при этом он не продвигается вперед. То есть вот эта вот мышиная возня, да, вроде бы я совершаю какие-то действия, я принимаю решения, но, к сожалению, я не вижу развития. И здесь у нас такой, знаете, интересный дьявол в этой колоде. Если рассматривали колоду Николеты Чиколя, да, то видите, как будто бы, знаете, вот эта вот наигранная, наигранная такая позиция этой девушки, да, что я как будто бы вот это вот чудовище, а мне почему-то морковку напоминает, этот дьявол, я его как будто бы, знаете, спровоцировала, а потом, как в этих фильмах, в самый нужный момент я в обморок упала, но этот обморок вот такой, знаете, как будто бы наигранный, неестественный. Типа, я не хочу тебе признаться, что я хочу, чтобы ты со мной сделал, да, но я прикину, что меня здесь нет, да, и я буду, ну, как это, буду наблюдать на то, на твою меру испорченности, да, что ты со мной сделаешь. Почему? Потому что потом в любой момент у меня будет отговорка о том, что я была без памятства, да, типа я не контролировала собой, а ты воспользовался мною, и там, я не знаю, что-то такое неправильное со мной сделал. Вот здесь какая-то, вот знаете, такая игра, вроде бы с одной стороны сами провоцируем, а у меня такое ощущение, что вот здесь вот то, как изображена вот эта вот морковка-деявол, он немножечко недалекий, да, то есть такой глупый, да, язык, ну, какой-то, знаете, вот, мне кажется, даже животные, они как-то более разумны, какая-то вот такая, знаете, вот похоть присутствует, типа я одержима этой похотью, но разумности нету, типа я не знаю, что с тобой делать. И вот здесь вот вся вот эта картинка, да, на данный момент, вот она у меня почему-то ассоциируется с тем, что в той сфере, о которой мы говорим, именно в развитии, да, в дальнейшем, как будто бы я совершаю какие-то действия, да, но я жду, я не получаю того результата, который я хочу, но у меня как будто бы есть такое ощущение, что вот как все равно те движения, которые я совершаю, они вызовут какую-то волну, на которую я получу так или иначе от внешнего мира обратную связь. И вот когда я получу эту обратную связь, здесь как некая такая манипуляция идет, тогда я пойму, как мне дальше действовать. Почему? Потому что здесь вот даже, смотрите, обычно на колеснице у нас идет такое движение, да, ощущается энергетика достижения чего-либо. А здесь мы видим вот такую девочку, которая прижала к себе маленькую куколку, что-то здесь как маленький ребенок, и вот она на этом ослике. И этот ослик куда катится, да, до тех пор, пока это прямая линия, либо наоборот скат, он будет катиться. Как только придет в гору, да, куда надо забираться, он не сможет двигаться, да. То есть здесь какая-то присутствует некая пассивность. Посмотрите, как сочетается оригинально, да. То есть вроде бы движение есть здесь, но при этом вот он как будто бы медленно катится, в какой-то момент он остановится. И очень-очень хорошо напоминает как раз-таки вот этого шута. Посмотрите, да. Вот низ, если вам видно хорошо, да, здесь тоже такая белая часть, и треугольник красненький, точно так же, как и у шута. То есть я не понимаю, куда я двигаюсь. Вроде бы двигаюсь, но движение, оно пассивное. И вот в этом аркане тоже вроде бы есть движение, оно пассивное. Здесь тоже на колесиках есть движение, но я не знаю. То есть много шума из ничего. Я вроде бы хочу как-то вот обновиться, я хочу привлечь к себе внимание. Здесь ощущение у меня общее идет некой такой пассивности, что вы как будто бы просто привлекаете к себе внимание. Для чего? Для того, чтобы как-то изменить ситуацию. потому что самостоятельно вы как будто бы не можете двинуться дальше, вам чего-то тут не хватает, вот здесь такая ситуация, вы не можете двигаться дальше, не получается, вы как будто бы идете по накатанной на автомате, хотя карты должны показывать динамику, динамики здесь как таково нет, здесь присутствует пассивность, куда меня выведет, туда меня выведет, и потом я буду разбираться, то есть вот потом разберусь, не я хозяин ситуации, а сама ситуация, она как будто бы должна меня куда-то вывести, здесь вот про это, вот такая ситуация, если вам подходит, то давайте слушать дальше, где в этой ситуации, вот в этой пассивной, когда ничего не развивается, где вы ошибаетесь, либо в чем вы здесь, нет, да, где, в какой, вот в этой ситуации, где вы ошибаетесь, вот в этой ситуации, в чем вы ошибаетесь, так, король мечей, это что у нас, восьмерка кубков, и девятка пендаклей, в чем вы тут ошибаетесь, вы ошибаетесь в каких-то своих мыслях, так видно будет, смотрите, в чем вы тут заблуждение, ваши заблуждения, они связаны с вашими какими-то вот подавленными мыслями, да, именно, как это, как это называется, накручивание, вот если здесь, это король мечей, да, здесь понятно, он должен принять какие-то такие резкие движения, да, чтобы порезать этот торт, то есть я пойму решение, я его порежу, и причем я это делаю осознанно, да, то есть здесь жестоко, так выкалываем глаз и едим, причем, если вы обратите внимание, это левый глаз, глаз непосредственно связанный с рационализмом, поэтому не с иррационализмом, да, не с нашим бессознательным, а именно с нашим рацию, то есть я отдаю себе отчет, вот вы заблуждаетесь как раз-таки, да, в своих, в своем рационализме, в своих мыслях, в чем ваше заблуждение, в том, что есть вот эти вот черные мысли, да, в данном случае, они как мысли, вот эти вот птички, одну из которых она здесь, ну, вам не видно, она держит за ниточку, и они находятся здесь в виде клетки, да, то есть они никуда не уходят, и они постоянно, условно говоря, кружатся в голове, почему, потому что если вы посмотрите на голову, да, то здесь вот как будто бы такой этот обычный вой, метание какое-то такое, знаете, вот как облака каких-то темных мыслей, да, вот те, которые внутри нее есть, и она их не может высадить, и кажется, что одной мыслью, да, только я управляю, что вот только одна, а другие, которые внутри, она их не видит, ну, то есть то, что скрывается, не видно, есть одна какая-то мысль, а остальные там семь, она, ну, не видит, но они есть внутри нее, и они не дают какое-то спокойствие внутреннее, поэтому в чем вы ошибаетесь, каких-то навязчивых, если коротко говорить, каких-то навязчивых мыслей, с чем связаны ваши навязчивые мысли, если они связаны вот как раз-таки с девяткой пендаклей, да, тогда я становлюсь вот такой вот изящной, красивой балеринкой, но, внимание, ноги у девочки не достают у этой балерины до пола, хотя это вот девятка пендаклей, да, то есть должна быть какая-то стабильность, я могу сказать, что здесь, знаете, как будто вы летаете в облаках, то есть нету почвы под ногами, нету опоры, нету фундамента, нету то, на что можно будет опереться, причем девочка в белом здесь находится, да, какие-то вот чистые, воздушные, причем здесь лебедь, лебедь он у нас говорит, ассоциируется о доверии, да, о чистоте, о невинности, о преданности в первую очередь, и вот здесь вот такое ощущение, что вы как будто бы должны, у вас есть такое понятие быть преданным, да, каким-то вот своим идеям, хочется их реализовать, и не первый раз я говорю троечкам о том, что не получается это как-то заземлиться, и вот в этом ваше заблуждение, да, что вы как будто бы ищете какое-то решение, но вы не видите, вот здесь глаз выколон, да, я не вижу решения, в этом есть заблуждение, что я не могу выйти из этого роя, если я правильно говорю слово, да, рой мыслей, сори, если неправильно, но я даже, ну, может правильно говорю, которые не дают мне какого-то вот, знаете, вот успокоения душевного, да, спокойствия, чтобы я ощутила себя действительно, знаете, вот таким королем ситуации, как-то так. Так, об этом ваше заблуждение, что вот не получается, не получается достичь какой-то вот этой вот независимости, получить вот эту вот уникальность, да, что я ни на кого не похожа, как-то вот выделиться вот в этой девятке пендакли. Так, это в этом заблуждение. Что именно, да, в чем именно ваше заблуждение? Где мы посмотрели, а в чем именно, вот конкретно, в чем за ваше заблуждение? В чем именно? Это рыцарь, да, рыцарь мечей. Вот смотрите, опять-таки на повторе, да, мечи, опять-таки про мысли. Вот в чем заблуждение? Вот если просмотреть чисто как оракульную карту, да, без, ну, не как-то рот, что характерно, ну, во-первых, волосы, они как-то вот напоминают немножко сердце, да, здесь все про легкость, потому что такие тоненькие, прозрачные, легкие крылышки, опять-таки вот это сердце у нас здесь ассоциируется как лебедь, да, про чувственный какой-то аспект, но здесь, как этот, фея не фея, это существо, да, бабочка с крылышками, такая легкая, прозрачная, и опять-таки она летает, опять-таки нету почвы, ну, почвы под ногами, то есть здесь как будто бы, опять-таки, я не могу найти ответ, то есть не хватает какой-то информации, все как-то вот, как сказать, призрачно, вот правильное слово, да, что все как-то призрачное, вот в этом нету прозрачности, вот в этом-то заключается ваша ошибочность, да, ваше заблуждение в этой ситуации, что я не могу понять, мне не хватает ответов, я не могу как-то заземлиться, вот на что мне опереться, в чем еще идет заблуждение, великий аркан выбора, да, в том, что вы не являетесь хозяином ситуации, смотрите, здесь у нас был император, да, что в принципе, какая стабильность, да, что я хозяин, а здесь получается то, что я не являюсь хозяином, почему я так говорю, потому что, если вы посмотрите, да, здесь девочка, которая растет из дерева, да, то есть у нее платье вот как дерево, и вот здесь вот этот вот змей, он как будто бы обвил ее, да, и вокруг есть яблоки, вокруг есть разные возможности, она не хватается за какую-то возможность, да, как яблоко, и при этом она этого змея принимает, она не напугана, такое вот выражение лица, некой такой пассивности, да, смирения, пусть будет, что будет, я ничего в принципе не хочу, что ж такое-то сегодня с носом, я ничего не хочу, и в чем заблуждение, в том, что я не понимаю, что я хочу, вот если одним словом говорит, ваша проблема, да, то есть ситуация, которую я описывала, заключается в том, что я не совсем понимаю для себя, что я хочу, для чего мне это надо, и вот опять-таки присутствует, что здесь пассивность, что вот здесь вот в этих картах, да, особенно вот в этом дьяволе, присутствует некая такая пассивность, и в этом вы заблуждают, что вы как будто бы не являетесь хозяином ситуации, что вы являетесь заложником каких-то обстоятельств, вот в этом, что вам не хватает, возможно, какой-то информации, каких-то знаний, да, чего-то вам в принципе не хватает, мне хочется спросить, так ли это, действительно ли вам чего-то не хватает в этой ситуации, так ли это, да, но у нас здесь выпадает императрица, императрица всегда у нас говорит о том, что про расширение, про, наоборот, она здесь рассматривает стрекозу, стрекоза это всегда про перемены, это вот стрекоза изображения, в принципе, нашей души, да, когда я занимаюсь как раз-таки самопознанием, мне кажется, ну, это не так, вот в этом ваше заблуждение, да, что мне что-то не хватает, вам все хватает, просто вы находитесь в моменте, я бы так сказала, исследования, да, исследования своей собственной души, поэтому, возможно, вам и не совсем понятно, куда вам дальше двигаться, ощущение того, что вам просто непонятен тот этап, тот урок, который вы проходите сейчас, то есть, почему вы его проходите, да, что это за урок, а какой вы урок здесь проходите, давайте я так спрошу, какой урок вы здесь проходите, вот по магу, как раз-таки про определение своих собственных желаний, что я хочу создавать, как я хочу, для чего мне это надо, здесь вот так же, опять-таки, есть птичка, она мне напоминает золотую рыбку, да, одна, которая в аквариуме, но здесь вот как будто бы золотая птица, да, как золотая рыбка, да, загадая желание, вот у меня почему-то здесь, и опять-таки, здесь так же левый глаз закрыт, он сливается, да, с маской тигра, рациональный, как будто бы вот мной ощущение того, что мной управляет инстинкты, так же, как и тут, да, управляет инстинкты, я не являюсь хозяином своей ситуации, я не понимаю, вот в этом ваш урок, научиться понимать свои собственные желания, что вы хотите и как создать то, что именно вы хотите, потому что здесь вот могут быть такие моменты, вот я вот эту вот карту не проинтерпретировала, и сейчас я ее хочу, она связана с пятеркой кубков, ощущение того, что то, что вы хотите, потому что она идет сразу после шута, да, то, куда вы идете, вы не совсем понимаете, почему, вы выбираете, да, поэтому вот смотрите, когда вы находитесь в пассивной ситуации, да, в пассивной позе, когда вы не выбираете, а полагаетесь на случай, на судьбу, вот судьба вам как будто бы дает вот такое. Характерная черта, несостыковка, здесь, значит, голова птицы, тело человека, а здесь наоборот, у девочки голова человечья, но у нее есть крылья, да, то есть все остальное птичье, и казалось бы, они наполовину похожи, да, здесь половина человека, здесь, здесь половина птицы, здесь, но союза между ними никогда не будет. Почему? Потому что, к сожалению, у этого птицы-человека нету крыльев, он никогда не сможет уйти, и вот пятерки, в этой пятерке кубка, вот эта девушка, она понимает, что союза никак не будет, и она, у нее есть больше шансов, возможности уйти из этого гнезда, улететь, да, а он останется, да, и вот этот вот выбор ваш, то есть то, что вы выбираете изначально, это как будто бы не ваше, и вот ваша задача, ваш урок заключается в том, чтобы научиться делать правильный выбор, правильный выбор, то есть изначально то, что вы хотите, а не то, что вот я его возьму, выберу, да, мы с ним чем-то похожи, но у него нет крыльев, если что, я ему взращу крылья, либо если что, причем, смотрите, у нее-то голова человеческая, она разговаривать может, а это существо не может разговаривать, у него клюв, у него нет, он, кроме того, что это, ну, хочется сказать, куриная голова, да, не понимает, он не может разговаривать, здесь нету коммуникации, здесь полное отсутствие понимания, здесь, возможно, на уровне эмоций что-то может происходить, но рациональное, да, отсутствует, что в принципе, да, здесь у нас было присуще, и вам свойственно рационализм, поэтому, сразу скажу, что вы урок проходите того, чтобы научиться делать правильный выбор на основе своего рационализма, не на основе своих желаний, да, вот меня накрыло, и я понеслась, либо я понесся, нет, а именно понимать, что я хочу, для чего мне это надо, и дальше создавать то, что я хочу, вот здесь вот про это урок, и заблуждения ваши, ну, я их уже описала, вот, ой, боже мой, как-то у вас чажется, и на дне у меня туз-кубков, туз-кубка здесь вот, смотрите, принятие всех своих, видно, да, принятие всех своих грани, грани себя, да, то есть уметь принимать, и выбор, который делать, да, то есть брать готовое уже, то, что вы хотите, не доращивать, не взращивать, не то, что, допустим, я беру себе вот какой-то бизнес, да, и вот я готова туда вкладывать, взращивать, то есть на это уйдет очень много времени, возьмите уже какую-то готовую идею, и на основе этой идеи, то есть я не говорю о том, что не понадобятся ваши ресурсы, а в том, что возьмите уже готовое, зачем вам, например, там что-то оттачивать, что-то усовершенствовать, когда можно взять самый наилучший вариант для вас, не такой средний, а сойдет, здесь вот про это, да, вы уже доросли до того момента, когда можете брать для себя все самое наилучшее, то есть вот лучше уже нету, а вы как будто бы соглашаетесь на что-то вот такое мелкое, да, и посмотрим потом, что будет, но это не совсем верно. Вот такая вот у меня была третья позиция, хочу поблагодарить вас всех за внимание, пожелать вам отличных выходных, и до новой недели. Всем пока-пока!